Сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры вновь проверили состояние оврага Крутицы, расположенного на улице Прижелезнодорожной. Здесь выявлено протекание ручья, который не имеет никакого названия. Предположительно, он появился в результате незаконного сброса сточных вод. Ручей, протекая по оврагу, попадают в реку Быстрица. Отметим, что ранее, в июне этого года, Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональным Минприродопользования организовала проверку состояния реки Быстрица. Водоем протекает по территории микрорайонов Семчина, Конейщева, Недостоева, Борки и впадает в Аку. Тогда активисты и местные жители зафиксировали, что река поменяла цвет и запах. Вода стала черно-фиолетовой, начала массово гибнуть рыба. Летом этого года одно из предприятий уже подозревали в загрязнении района. Предприятие находится сзади нас, по адресу улицы Прижелезнодорожная, 48, которая на территории, которая осуществляется производством мясокосной муки предприятием ООО РИК, предположительно, на данный момент. Соответственно, данное предприятие ввиду своей производственной деятельности биологические отходы перерабатывает, получает мясокосную муку, получает отходы от биологических биологические отходы. Они сливают сочную канализацию. Соответственно, через канализацию это все попадает в водный объект и далее уже на рельеф местности и в реку Быстрица. Впрочем, Черный ручей даже после ликвидации подпольного цеха продолжает течь. Стоит сказать, что склоны оврага по сравнению с летним периодом еще больше завалены различным мусором. Сотрудники природоохранной прокуратуры зафиксировали все предполагаемые нарушения. В ближайшее время по ним будут проведены проверки. Еще одна водоохранная зона в Рязани также под угрозой. Река Трубиш, протекающая рядом с жилым комплексом метропарк, должна была стать отрадой для новоселов. Здесь предполагались пуск прогулочных лодок, обустройство пляжа и набережной. Однако на данный момент сотрудниками природоохранной прокуратуры выявлено загрязнение водоема железобетонными конструкциями. Они лежат в воде и на берегу. Кроме того, обнаружен новый оголовок пластиковой трубы, выведенной прямо к реке. Из конструкции течет вода. Предположительно, это может быть ливневка, для установки которой требуется разрешение. По данным находкам, будет также совершена проверка, результаты которой мы предоставим в ближайшее время.